Всем огромный привет! Привет! Рада приветствовать вас у нас на канале. И в прошлом видео мы делились и рассказывали про наше путешествие по Лазурному берегу и то, как мы доехали таки до Испании. И в этом видео мы хотим поделиться нашими впечатлениями про Барселону, рассказать, что нам там понравилось, что не понравилось, как вообще нас встретил этот город. Как мы рассказывали в прошлом видео, мы остановились в кемпинг-парке, который находился в 40 минутах езды до Барселоны. И там же была железнодорожная станция, которая нас вот прямым рейсом доставляла вот в самый центр практически Барселоны, чем мы и воспользовались. Плюс дети очень сильно любят поезда, им было в кайф просто проехать на поезде до Барселоны. И что еще интересное, этот поезд проходил вот прямо по береговой линии моря, и мы вот всю дорогу наслаждались прекрасным видом. Поэтому дорога была, ну я бы сказал, классная. Все-таки мне она понравилась из-за этого прекрасного вида. Как раз в поездах и началось наше приключение по Барселоне. Приехав в Барселону, мы оказались, конечно же, в метро, и на метро мы собирались доехать до самого центра города. И мы читали про разный уровень преступности в разных странах. Но вы не поверите, вот почему-то я инстинктивно не ожидал вот каких-то проблем в Барселоне. Но именно в Барселоне с нами случилось то, что вот как только мы зашли в метро, наверное, вот в первые пять минут, как мы там находились, нам расстегнули два рюкзака, и Ленин, и мой. Я впервые в жизни вот это вот на себе ощутил. Я ожидал, что будет, ну вот, что-то вот чувствоваться, какое-то движение, что тебе его расстегивают. Как возможно, типа, расстегнуть рюкзак, и чтобы ты ничего не почувствовал. Мы ничего не почувствовали вообще. Лена говорит, ты рюкзак забыл расстегнуть? Нет. Хорошо нас спасло, наверное. Я не знаю, что это была интуиция или подсказка откуда-то. В общем, прямо перед заходом, скажем так, перед вот этим переходом в метро, с железнодорожного поезда в метро, мы решили почему-то перепроверить наши рюкзаки и такие, а давай документы положим вниз там под дополнительный замок. То есть мы так не делали даже в Милане, где читали про большое количество преступности. Но здесь почему-то вот интуитивно мы такие, а давай положим, ну давай. И мы просто сверху положили, как бы снизу все самые ценные и важные вещи, а сверху там положили какие-то такие там бутылки с водой и так далее. То есть немножко перепаковали все. И если честно, это нас спасло. Потому что, как сказал Саша, вот только мы зашли в метро, просто и Сашин рюкзак был открыт, и мой был полностью открыт, но просто там оттуда нечего было доставать, кроме вот всяких бутылок с воды. В общем, это нас спасло. Этот случай нас немножко так встармошил, да, после этого мы решили все-таки перестраховываться. Мы как пингвины вот так вот перевернули рюкзаки спереди, чтобы они были вот где-то с живот, и вот так вот ходили. Пускай странно, но безопасно, как нам хотелось верить. Ну, давайте не будем уже продолжать вот эту вот вот тему. Расскажем про саму Барселону. Сам город, он прекрасен. Вышли мы сразу из метро перед Саграда Фамилия. Сооружение восхитительное, потрясающее. Мнения разные. Мне он немножко напоминал какой-то домик из грязи. Да простят меня какие-то люди, которые скажут, как же ты можешь так говорить про это строение. Ну, вот у меня вот почему-то такое вышло вот мнение, впечатление про вот это вот сооружение. Я так понял, чтобы попасть внутрь, можно скачать приложение. В этом приложении можно купить билеты на определенное время. Здесь нету какой-то очереди живой. Здесь покупаются билеты, как в кинотеатр, на определенное время. И после того, как ты заходишь внутрь, внутри уже можно ходить где угодно. В общем, внутрь мы решили не идти, потому что сейчас 12 часов, а ближайшие билеты продаются на 7 вечера. Поэтому, скорее всего, мы это все скипаем и идем дальше смотреть Барселону. На Барселону у нас были следующие цели. Мы хотели посмотреть, конечно же, архитектурные творения, которых там очень много. Обязательно покушать по элли какой-то вот местной еды, но в каком-то классном, качественном ресторане с высокими рейтингами. Ну и, конечно же, погулять по набережной и посетить местный океанариум. По Барселоне мы решили весь этот маршрут пройти пешком, потому что, в принципе, все вот эти знаменитые здания в центре Барселоны, они находятся в пешей доступности. Это классный, отличный способ просто прогуляться, посмотреть на саму Барселону, дойти таким образом до набережной. В общем, все это как-то логически близко находится. И, в принципе, даже с двумя маленькими детьми мы спокойно это осилили. Посмотрели город, посмотрели здания, сооружения, вообще насладились атмосферой. И сейчас я хочу немножко с вами поделиться своими впечатлениями от города, потому что я уже была ранее в Барселоне, когда мне было 20 лет где-то. И вот сейчас, второй раз мы приехали, если честно, и приехали мы в Барселону, потому что я очень сильно продвигала эту идею, очень хотела, чтобы Саша туда тоже съездил, и чтобы мы погуляли там вместе, почувствовали этот город, потому что, возвращаясь в те 20 лет, я была в восторге от города, от его свободы, от творчества, от энергии, которая есть в этом городе. И мне, знаете, как будто хотелось туда вернуться еще и еще и еще. Мне казалось, это город мечта, даже для жизни. Но, если честно, вернувшись вот сейчас в Барселону, я поняла, что да, это город свободы, это город творчества 100%, но все-таки это город вот не для жизни, по крайней мере, мне не подходящий для жизни, потому что все-таки помимо вот этой свободы и творчества, мне уже хочется чего-то там, какие-то других критерий. И вот обсуждая с Сашей, мы поняли, что все-таки это город класс, туда попутешествовать, съездить, посмотреть, супер. Но все-таки вот для какой-то, не знаю, даже для продолжительного отдыха, наверное, нам он с Сашей тоже не подходит. То есть с возрастом, когда ты становишься старше, когда ты молодой, окей, у тебя, давайте вот условно, у тебя есть три критерия комфорта. Они выполняются тебе класс в любом городе. Когда ты становишься старше, когда у тебя появляются дети, когда у тебя появляется какой-то опыт, этих критериев становится гораздо больше. Эти три критерия, они остаются в тех же городах, где ты и был. Но когда ты возвращаешься уже чуть-чуть постарше, ты понимаешь, ооо, здесь все классно, здесь нет вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, что для меня теперь важно. И вот мы вот этого не прочувствовали. Мне, например, было некомфортно то, что да, это туристический город, мы тоже туристы, мы туда приехали, но почему бы я там не хотел жить? Потому что туристов там много. Чем больше туристов, тем менее безопасно почему-то я себя чувствую. На любую улочку, в любой закоулок, куда ты не зайдешь, везде много людей. Везде какой-то свой движ, кто-то что-то делает. И, ну, это совсем не то место, где я бы хотел, вот, знаете, вот идти, ни о чем не думая, полностью ощущая максимальную безопасность. Потому что все-таки вокруг тебя постоянно движение, и этого движения очень много. Ну вот мне такое сейчас не очень подходит. Я скажу такую мысль. Мы в прошлом видео рассказывали про городок, где мы остановились в кемпер-парке. И, если честно, по вот какой-то атмосфере города нам там было гораздо спокойнее и безопаснее, нежели в Барселоне. То есть в Барселоне все-таки, как мы поняли для себя, класс приехать вот так вот на один день, на два дня максимум, да, погулять по достопримечательностям, не знаю, сходить в тот же парк Гуэля, куда лучше всего выделить дополнительный день. И на этом все. Вот для нас пока вот мы поняли, что не подходят такие города вот по длительности, потому что мы уже, наверное, мы изменились, и нам хочется немножко другого. Плюс еще, наверное, чуть-чуть вот больше понять местную атмосферу ты можешь там, где гораздо больше местных жителей. Когда же мы находились в Барселоне, были в самой Барселоне, там было очень много туристов, и было сложнее, вот, наверное, уловить вот местный какой-то вайб. Вот, потому что было, опять же, очень много туристов, это все перемешивало. Когда же мы были в этом маленьком городке, где были 99, наверное, процентов, или 90 процентов местного населения, которые все улыбались, общались, вот этот вот дух получалось поймать. И все-таки получалось понять, какие же они, испанцы, вот внутри, да, когда это все не разбавлено каким-то вот заграничным там колоритом, да, когда это все не перемешано вот в одну какую-то кучу. Вот. И Испания на самом деле классная страна, то есть она довольно дружелюбная, улыбчивая, все улыбаются, все ходят. То есть это все было как-то максимально легко, позитивно, даже если ты не разговариваешь на испанском, общаться получалось со всеми. И все это как-то вот было, вот знаете, так легко и в радости. Тем не менее, прогуляться по улочкам Барселоны – это отдельный вид удовольствия, потому что этот город очень красивый и очень творческий. Со всеми этими зданиями Гауди, не знаю, я получала от этого тоже большое-большое удовольствие. Плюс, конечно, посидеть местный ресторанчик с местной испанской паэльей, покушать ее с морепродуктами – это был тоже своеобразный такой вот вид отдыха, потому что мы очень этого хотели и очень этим наслаждились в том числе. А мы безумно вкусно покушали в этом ресторане. Кто будет в Барселоне, обязательно заходите попробовать. Тут очень-очень вкусно. Мы прям наелись. Испанская паэлья, морепродуктов – красота. И сейчас вызвали такси, решили подъехать к океанариуму в Барселоне. Еще одной из точек на нашем маршруте по Барселоне был местный океанариум. И мы туда сходили, мы думали, детям там будет очень интересно, и в принципе им было интересно, но мы не можем сказать, что вот было прям вау-эффект, потому что мы живем во Вроцлаве, здесь есть зоопарк с очень классным океанариумом, и в принципе, наверное, из-за этого этого вау-эффекта не было, потому что, ну, во Вроцлаве очень классный океанариум, и мы там видели практически все, что мы видели и там. Даже, наверное, если сравнивать их по размеру и, скажем, представленным видам, наверное, в Вроцлавске, на мой взгляд, даже больше. Мы их не сравнивали, не читали конкретно, но все-таки вот по каким-то впечатлениям в Вроцлавске больше. Поэтому в Барселоне этот океанариум, да, было интересно сходить, но все-таки, да, как говорит Саша, вот такого вау-эффекта не было. То есть мы зашли, посмотрели, детям это было что-то новое, интересное, но, в принципе, мы потом дальше спокойно вышли и пошли прогуливаться на набережную. И вот это вот был отдельный такой вид наслаждения, потому что вот на этой прекрасной, красивой набережной, наверное, вот здесь чувствуется дух Барселоны, потому что люди там просто замедляются, сидят, отдыхают, разговаривают, вот прямо вот на скамейках, на полу, где угодно, просто вот сидят, отдыхают, разговаривают с прекрасным видом на всякие яхты и парусники. И мы сделали тоже под какой-то пальмой сидели, отдыхали, замедлялись и наслаждались вот этой вот Барселоной такой спокойной. Если вы когда-нибудь были на матче там по хоккею или по футболу, вот были на огромном стадионе, где люди, в принципе, вот в один и тот же момент времени живут одной какой-то идеей, то на набережной я почему-то вот словил немножко похожее состояние, когда вот все люди вокруг, они, в принципе, как будто бы были объединены одной и той же эмоцией. То есть какая-то такая вот расслабленность, замедленность, то есть все вот так вот ходили и были как будто бы, знаете, вот немножко в состоянии такой медитации, в каком-то трансе как будто бы находились, в полном спокойствии, и это было здорово. Ты мог к любому человеку повернуться, начать разговаривать, вы бы поговорили, пообщались, и это классно. То есть вот набережная, мне кажется, это вот отдельная точка, которую обязательно в Барселоне следует посетить. Наверное, это место мне там понравилось больше всего. Да, потому что она очень сильно отличается от вот этой атмосферы в центре города, да, вот какого-то такого хаоса и очень вот прям чересчур туристического. Хотя мы были в Барселоне, считайте, в конце сентября, то есть, по сути, туристический сезон уже, ну, все-таки, да, подходил к концу. Однако все равно это было вот прям чересчур туристическое место, и иногда прям от этого, ну, хотелось куда-то подальше. И вот набережная, да, как сказал Саша, это была именно та точка спасения, где можно было вот просто сидеть и вот немножечко, да, все-таки прочувствовать этот прекрасный город. Нагулявшись по Барселоне, мы поняли, что пришло время возвращаться уже домой, это был уже поздний вечер. Мы провели следующие несколько дней еще в том же кемпинг-парке, наслаждаясь спокойствием, тишиной прибрежного городка, поедая свежайшие морепродукты и отдыхая на пляже, загорая на солнышке. И через несколько дней мы уже поняли, что пора выезжать к следующей нашей точке, а именно в Париж. Ну, про это все мы расскажем уже в следующем видео, так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш Инстаграм, на Ютуб, если вы этого еще не сделали, поддержите нас лайком, если вам нравятся наши видео, нам будет очень приятно. И до новых встреч! Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok